От мусорных свалок до тропических джунглей, от пещер до морского дна, где только не приходится работать археологом, чтобы порадовать нас новыми находками. В этом видео я вам расскажу, почему пещерные медведи прятались в пещерах, что удалось обнаружить на мусорной свалке и какой самый древний орган сохранился до наших дней. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Старинный холодильник Начну я рассказ об археологических находках с Болгарии, где в лагере римских легионеров в Нове археологи нашли уникальную емкость из керамических пластин, которую, скорее всего, использовали в качестве холодильника. Этот лагерь был построен в первом веке нашей эры. Территорию древнего лагеря изучали болгарские и польские археологи на протяжении десятков лет. В этом году под руководством профессора Петра Дичика удалось обнаружить холодильник, который размещался в военных казармах. В нем легионеры хранили остатки еды. Подобные холодильники находили и раньше, но они по-прежнему считаются редкими. Кроме холодильника археологи нашли десятки монет. А вот следующая находка, обнаруженная на мусорной свалке в Польше, вас точно удивит. Крупнейший клад вывезли на свалку На мусорной свалке найти можно что угодно. От раритетной мебели и коллекционных печатных изданий до оружия и даже денег. Но вот что точно никто не ожидал увидеть на свалке, так это один из крупнейших драгоценных кладов Европы. В Польше, недалеко от Вроцлава, в городе Срёдослёнска, на свалке строительного мусора был обнаружен драгоценный клад, который так и прозвали Срёдский клад. Он состоял из средневековых монет и драгоценностей чешских монархов XIV века. Обнаружили клад рабочих в 1985 году, который разгребали кучу строительного мусора от разрушенных домов. Один из рабочих увидел золотые монеты, которые высыпались из глиняного сосуда. Он остановил технику и забрал монеты себе. Замечу, что ранее тут уже находили монеты, но это были единичные случаи. Пока об этом кладе узнали местные власти, часть монет и драгоценных украшений местные разворовали. Когда археологи прибыли на это место и достали всё, что там осталось, они оценили это в 100-120 миллионов долларов. Из самого ценного, что удалось раскопать, была царская корона, которая принадлежала Бланке де Валуа, жене короля богемии Карла IV. Вот так случайно обычные рабочие смогли найти один из самых дорогих кладов Европы. От золотых монет мы резко перейдем к рисункам древних людей с гигантскими головами. Рисунки жутких людей с огромными головами. Сейчас мы отправимся в центральную Танзанию, где древние художники в пещере оставили нам странные рисунки. В охотничьем заповеднике Сваго-Сваго археологи нашли уникально раскрашенную скалу. Там исследователи нашли остатки рисунков, часть из которых бесследно исчезла. Но один рисунок сохранился довольно хорошо, хотя он и вызывает множество вопросов. В пещере Амахи-4 обнаружили рисунки человекоподобных фигур с большими головами. По заявлению археологов, этой пещере несколько сотен лет. Но точно определить, когда эти рисунки появились здесь, сложно. Исследователи считают, что это головы буйволов. В культуре Сандавы буйволы были важной частью ритуалов. Вот только людей с головами буйволов в их истории не было. Хотя рога этих персонажей точно напоминают буйволиные. Недалеко от этого места археологи нашли еще два подобных рисунка жутких человекоподобных существ с огромными головами. Все они очень похожи между собой. Пока археологи не могут дать точного ответа, кого пытались изобразить художники в древности. Но у ученых все же появилась маленькая зацепка. В регионе Кандоа, где нашли на скане рисунки, живет народ Сандавы, который для своих ритуалов использует различные рисунки. Возможно, они помогут археологам объяснить происхождение этих рисунков. Из Танзании мы отправимся на Ближний Восток, в другую пещеру, где находки не менее впечатляющие. Оружие старше 400 тысяч лет В Иране археологи совместно со своими коллегами из Франции в пещере Калекорт обнаружили уникальные артефакты, которым более 400 тысяч лет. Также они обнаружили следы древних людей, чей возраст они определили с помощью электронного спинового резонанса, так как классическим радиоуглеродным методом датировать следы не удалось. Огромное количество каменных орудий в этой пещере дало ученым возможность восстановить хронологию пребывания людей в этом месте. Археологи предположили, что последний обитатель этой пещеры был неандерталец, а до него тут жил Гомоэректус и Гайдельбергский человек. На данный момент эта пещера считается самым старым поселением на нашей планете. Сколько еще нам предстоит найти подобных мест? Возможно, даже старше этой пещеры. А вот следующая находка, хоть и гораздо новее, но очень необычная. Очень редкий и необычный предмет На юго-востоке Германии археологи нашли на первый взгляд обычное захоронение женщины. Датировали они его 600-м годом нашей эры. Вот только предмет, с которым ее похоронили, был очень странным и редким. Ученые из Баварского государственного управления по охране памятников заявляют, что женщина имела высокий социальный статус. Это и понятно, ведь рядом с ней был обнаружен металлический складной стул. Правда, от стула сохранился только каркас размером 70 на 45 см в сложенном виде. А возраст женщины оценили в 40-50 лет. Скорее всего, стул, кроме металла, был изготовлен и из других материалов, таких как дерево и кожа. Для Германии эта находка первая, а на территории Европы она уже 29-я по счету. Но только шесть из них имели металлический каркас. Такую находку обнаружить считается большим подарком в мире археологии. Ведь она очень редкая и смысл ее малопонятен. Чтобы лучше изучать древний мир, нужно иметь больше закономерности и вводных данных. А для этого археологам нужно много копать и изучать. В нашем случае погребение со складными стульями имело символическое значение в прошлом. Хоронили людей с такими подарками, которые имели высокое социальное положение и касалось это больше мужчин. Но вот незадача. В большинстве из обнаруженных захоронений были женщины. Кроме стула археологи обнаружили жемчужное ожерелье с разноцветными стеклянными бусинами и пояс с брошками. А рядом лежала кость животного, возможно коровы. Что означало этот презент в загробный мир, археологи объяснить уже не смогли. Недалеко от женского захоронения нашли и мужское. Мужчина был похоронен с полным набором оружия и артефактов, которые еще предстоит изучить. А какой был самый вкусный сыр, который вы пробовали? Напишите в комментариях, а я пока расскажу про сыр, которому 2600 лет. Как можно показывать находки археологов и не рассказать про Древний Египет? Так вот, в некрополе Сакара археологи обнаружили кисломолочный продукт, который мы привыкли видеть на прилавках магазина в наши дни. Сыр халуми возрастом 2600 лет нашли в древних глиняных сосудах. На каждом сосуде были дематические надписи, что является одной из форм древнеегипетского письма. Археологи изучили некоторые сосуды и подтвердили, что в них находятся халуми. Все сосуды забрали в лабораторию, где будут их изучать более детально. Я понимаю, что некоторые сыры с возрастом дорожают и становятся вкуснее, но такой дорогой сыр я бы пробовать не стал. В Древнем Египте изначально сыр назывался харам, но в наши дни его стали называть халум или халуми. Существует и другая версия происхождения сыра. Некоторые историки заявляют, что впервые он появился в византийский период на острове Кипр. Плавится этот сыр при большой температуре, поэтому чаще его готовят на гриле. А из Египта мы переместимся в Юго-Восточную Азию, где нас ожидает самый древний лес. Древний лес с самыми высокими деревьями Диптерокарповые – это доминирующая группа деревьев в тропических лесах Калимантана, которая присутствует на острове как минимум 4 миллиона лет. Это третий по величине остров в мире, единственный остров, разделенный между тремя государствами – Индонезией, Малайзией и Брунеем. Исследователи бьют тревогу – этот лес находится на грани вымирания, и человечество может потерять его историю, которая 4 миллиона лет. Исследователи изучили остатки каменных листьев и заявили, что современный ландшафт Калимантана существовал в эпоху Плеоцена. На острове обитает 270 видов диптерокарповых – это половина из общего числа видов на планете. Этот вид деревьев является одним из самых высоких тропических деревьев в мире. Некоторые из них могут достигать высоты более 100 метров. В тропических густых джунглях очень сложно находить окаменелые листья. Раньше исследования проводили на основе окаменелой пыльцы, но пыльца быстро разлагается и анализы были неточными. Теперь археологам стоит поспешить, чтобы собрать как можно больше окаменелых остатков этих древних гигантов, пока человечество не уничтожит мангровые заросли в этом регионе. А вы не задумывались, почему древние медведи жили в пещерах? Смотрите дальше, я и на этот вопрос постараюсь ответить. Почему древний медведь так любил пещеры? Про мишек снято множество документальных фильмов и мультфильмов. Мишка был символом Олимпиады 1980 года. Мишка является эмблемой многих городов, о его силе ходят легенды. В древние времена на нашей планете жил медведь, который превосходил всех ныне живущих вместе взятых. Этот гигант достигал 3,5 метров в высоту, а называли его пещерным. Вот только не ясно точно, жил ли он на самом деле в пещере или нет. На территориях от Ирландии и Англии до Западной Сибири около 300 тысяч лет назад появился пещерный медведь, который является близким родственником бурых медведей. Несложно догадаться, что свое название он получил по той причине, что останки его находили в пещерах. Но утверждать, что он постоянно там находился мы не можем. Скорее всего в пещеры медведи забирались для ночевки. Поэтому современных мишек мы должны называть берложными медведями. Чтобы прокормить такого гиганта, медведям нужно было питаться крупным рогатым скотом. Однако и это не так. Медведи по большей части вегетарианцы и питаются в основном ягодами, корешками, насекомыми и растениями. Однако, когда медведи заходили в степь, то на одних растениях выжить им было сложно. Поэтому питались всем, что попадалось на пути. Когда их жировые запасы были заполнены, они выискивали для себя подходящую пещеру и впадали в спячку. А вот там гигантов ждала опасность. Каким бы ты ни был огромным, когда ты спишь, ты уязвим. Чем и пользовались пещерные львы. Иногда медведям удавалось спрятаться от львов. Но тогда у них появлялся другой враг. Это наши предки. Люди специально искали спящих медведей, чтобы убить их. Шкуру использовали для одежды, мясо для еды, а пещеру в качестве жилья. Но даже этого человекам было мало. На основе убийства косолапых они придумывали различные магические обряды. А черепа медведей использовали как артефакты силы. Примерно 15 тысяч лет назад был убит последний пещерный медведь человеком разумным. О чем свидетельствуют самые новые находки останков древних гигантов. А вот самому древнему окаменелому сердцу, которое удалось обнаружить, 380 миллионов лет. И о нем я расскажу дальше. Самое древнее сердце Новая находка археологов прибыла к нам из Австралии, хотя раньше она смогла бы к нам приплыть. Речь идет о древнейшем окаменелом сердце живого существа, которое когда-либо удавалось найти. Это сердце рыбы, и его возраст 380 миллионов лет. Раньше изучать анатомию древних органов ученые могли только на основании костной системы, так как мягкие ткани ископаемых животных практически не доживают до наших дней. На этот раз ученым очень повезло. Сердце принадлежит группе бронированных рыб, одному из видов артродиров. Эти существа жили на нашей планете между 420 и 360 миллионами лет назад. Это были одни из первых позвоночных животных, у которых сформировалась челюсть. Кроме сердца, ученым удалось обнаружить желудок, кишечник и печень древней рыбы. Самое интересное, что все органы лежали в оригинальном положении. И за сотни миллионов лет не были раздавлены тяжелыми породами. Обнаружить органы рыбы в первозданном виде – это невероятное чудо для научного мира. Это помогло ученым увидеть, как происходила эволюция и как выглядела анатомия рыб около 400 миллионов лет назад. Будто они изучали свежевыловленную рыбу. На основании найденных окаменелости они сделали первую 3D-модель сердца артродира. Исследователи заявили, что анатомия древних рыб не сильно отличалась от человеческой. А если у вас есть, скажем так, 25 миллионов долларов, то вы можете купить себе скелет очень древнего существа. Скелет тираннозавра на аукционе Если вы большой фанат археологии и доисторических существ, любите изучать древний мир и рассказывать об этом своим друзьям, и если у вас есть как минимум 25 миллионов долларов, то на аукционе в Гонконге вы можете приобрести 12-метровый скелет тираннозавра Рекса по имени Шен. Обнаружили этот скелет в США в 2020 году в округе МакКон Каунти в Монтане. Этому существу примерно 68-66 миллионов лет. А собирали полный скелет гиганты на протяжении двух лет. Аукцион пройдет в этом году 30 ноября. Если вы хотите успеть его купить, то вам стоит поспешить. Но скорее всего вы не успеете, ведь уже нашелся потенциальный покупатель мультимиллионер, который планирует расположить скелет тираннозавра у себя в особняке. А я напомню, что его длина 12,2 метра, высота 4,6 метра, а весит этот гигант почти полторы тонны. В настоящее время скелет принадлежит частному коллекционеру, но уже скоро скелет уедет к своему новому владельцу. Тираннозавр Рекс – один из самых смертоносных динозавров на планете. Он имел самый сильный укус за всю историю. При этом у него был довольно развитый мозг. Это единственный полный скелет из 80 миллионов тираннозавров, который сохранился до наших дней. И второй скелет, который выставляется на аукционе. Бивень прямозубого слона Два года назад в Германии между Ганновером и Лейпцигом археологи обнаружили кость прямозубого слона. Это был огромный шейный позвонок. Позже археологи обнаружили и другие кости этого животного. Найти полный скелет 4-метрового слона – большая редкость. После многочисленных исследований ученые установили, что этот слон был съеден древними людьми. Однако умер он по естественным причинам. Ведь ему было около 50 лет и нашли его возле древнего озера, куда слоны ходили на водопой. А уже в этом году в сентябре в Израиле биолог Липерри Гал нашел хорошо сохранившийся бивень прямозубого слона. Его длина 2,6 метра и 20 сантиметров в диаметре. Полностью бивень достать пока не удалось. Поэтому точно определить вид слона пока невозможно. Но как вы знаете, археологи любят поспешить и сделать свои выводы раньше времени. По их заявлениям, это прямо бивневый лесной слон. На него часто охотились наши предки и в определенных регионах слоны этого вида были главным источником мяса. Рост превышал 4 метра, а вес достигал до 1,5 тонн. Как вы уже поняли, мясом такого слона можно было прокормить очень большую семью. Охотиться на слонов и пещерных медведей у нас уже нет необходимости. Вы можете только наблюдать за этим на своих экранах. А чтобы узнать о выходе нового видео, вам нужно только подписаться на канал и нажать на колокольчик. Оставляйте свои добрые комментарии под видео, это помогает в продвижении канала. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!